В эфире новости в студии Илья Лопушенко. Здравствуйте. О самых важных событиях к этому часу расскажем в нашем выпуске. На телеканале «Губерния-33» состоялась уже вторая прямая линия с участием главы региона Александра Авдеева. Люди начали присылать вопросы задолго до начала трансляции. Через соцсети и по телефону их было задано порядка 500. Александр Авдеев посчитал важным напрямую пообщаться с жителями Владимирской области. Игорь Липский расскажет подробнее. Первые минуты прямого эфира и сразу вопрос о западных санкциях. Владимирцы интересуются, как чувствует себя предприятие региона в непростое для экономики время. Александр Авдеев заверил, что поддержка оказывается как на федеральном, так и региональном уровне. Уже готов первый пакет мер, второй будет утвержден в ближайшее время. В нем прописана в том числе помощь малым формам хозяйствования. Выделить дополнительно 100 миллионов рублей как минимум на то, чтобы поддержать их для расширения объемов производства, выращивания продукции, овощеводства. Это примерно 50 миллионов. 20 миллионов у нас пойдет на то, чтобы поддержать животноводство. И 30 миллионов это на приобретение сельхозтехники. Отдельный блок прямого эфира был посвящен дорожной ситуации. Люди жаловали, что ремонт требуется как на региональных, так и муниципальных дорогах. Александр Авдеев сообщил, в этом году на эти цели будет направлено 8 миллиардов рублей. В том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего планируется восстановить 309 километров региональных дорог. Почти 3 миллиарда рублей пойдут на строительство и ремонт муниципальных, в том числе и в сельской местности. Теперь важно грамотно организовать само производство работ и контроль за качеством. Мы регулярно собираемся с подрядчиками, с нашими основными, которые выполняют работы. Важно было обеспечить наличие битума, щебня, работу асфальтобетонных заводов. Еще одна важная тема – газификация. На сегодняшний день ее уровень в нашем регионе составляет 84%. К природному газу подключены чуть больше половины населенных пунктов в сельской местности. Газификация остальных в приоритете на ближайшие годы, подчеркнул Александр Авдеев. В этом году выделят чуть больше 2 миллиардов рублей. За счет различных источников построят больше 250 километров сетей. Газифицируют 43 населенных пункта Владимирской области. Я отправил письмо, обращение в ады с правительства для того, чтобы было дано разъяснение, либо какой-то законодатель нормативный акт, который позволял бы врезаться в частные газопроводы на каких-то условиях, компенсации или что-то еще. Поэтому мы ждем такого разъяснения. От решения глобальных проблем к частным на прямую линию с главой региона вышло староста одного из сел Сузовского района. У Веры Морозовой целый список острых проблем. У нас дорога в очень плачевном состоянии. Асфальт, он хлюпает, как будто мы едем по болоту. Теперь у нас страшные проблемы с водой. Вода у нас сплошная глина. Александр Авдеев сообщил, что вопросы требуют тщательной проверки. Их глава региона возьмет на личный контроль. Вы, пожалуйста, оставьте свои координаты сейчас. Я уточнил по вашему населенному пункту. Наверняка он стоит в программе газификации. Ну и вопросы, связанные с дорогой и с водой, надо сейчас взять вместе с главой района на контроль. Во время прямой линии жители региона подняли десятки острых тем. Все вопросы, подчеркнул Александр Авдеев, будут детально рассмотрены, а их авторы обязательно получат обратную связь. Проблемы, требующие индивидуального подхода, глава региона намерен решать лично во время рабочих поездок по городам и районам Владимирской области. Игорь Липский и Андрей Беляков. В Гусь-Хрустальном построят новый парк на проспекте 50-летия советской власти. Будущая зона отдыха расположена между двумя крупными районами города. На их территории находятся важные социальные объекты, в том числе детская школа искусств имени Балакирева. Ход строительства оценил глава региона Александр Авдеев во время рабочего визита в Гусь-Хрустальный. Какую сумму обойдется благоустройство парка, расскажут мои коллеги. Здесь сверлят, стучат и пилят. Бригада спешит навести лоск. За реновацию этого парка в Гусь-Хрустальном проголосовали 4000 жителей. В их числе и Елена Соскова. У меня радуется так сердце, потому что здесь появилась такая сцена, на которой мы, в общем-то, собираемся проводить концерты на открытом воздухе. Елена Ивановна – известная гусевчанка. Она директор детской школы искусств имени Балакирева. Школа находится в самом сердце парка. Работа здесь не останавливается уже полгода. И в основном забыли родители, учащиеся школы искусств, потому что школа большая, у нас два здания, и в двух зданиях обучается 1640 учащихся. И если понимать, что это родители, бабушки, дедушки и все, кто приходит сюда, конечно, этот парк любят. Современная сцена, уличное освещение, видеонаблюдение. Парковая зона уже заиграла новыми красками. Здесь монтируют детскую площадку и спортоборудование. Планы на весну. Все, озеленение, дорожки, брусчатка. Одной только брусчаткой здесь порядка 3000 метров. Освещение уже тоже, фонари стоят. Промежуточный этап стройки оценил Александр Авдеев. Благоустройство гусевского парка на финишной прямой. Все благодаря федеральной и региональной поддержке. Впереди много новых городских проектов, подчеркнул глава региона. Пешеходные какие-то связи, которые могли бы дать возможность людям прогуляться по городу. Поэтому вот такие мысли, они, собственно, не то что возникли, мы их обсуждаем. И я уверен, что мы будем двигаться в этом направлении совместно и с городом, и с районом. На своих местах в новом парке урны и скамейки. А такого игрового городка здесь не было никогда. Территория преображается по нацпроекту «Жилье и городская среда». Когда-то это был заводской клуб, клуб стекольного завода Медзержинского. И жители всего этого микрорайона приходили здесь и проводили хорошо время, отдыхали. Играл оркестр на танцплощадке. И поскольку сейчас здесь находится детская школа искусств, есть точно так же оркестр. Вот мы пытаемся возродить то, что было. Реновацию парка проводит Владимирский подрядчик. Здесь ежедневно трудится бригада из 10 человек. Проблем со стройматериалами нет. Цена проекта – 37 миллионов рублей. Дальше будут производиться работы по комнатному благоустройству, плиточное покрытие и резиновое покрытие самих площадок. Ориентировочное окончание производства работ – конец июля 2022 года. Так будет выглядеть парк в конце лета. Творческие соседи из школы искусств с воодушевлением ждут окончания большой стройки. А вместе с ними – жители двух крупных микрорайонов. Александр Инин, Наталья Забнина и Андрей Беляков. К другим новостям. Сегодня во Владимире началась подготовка к рассмотрению громкого гражданского дела о досрочном расселении дома номер 63В на улице Большая Нижегородская. Его признали аварийным. Он подлежит сносу. Износ на данный момент – 70%. После проверки состояния двухэтажки областным прокурором Владиславом Малкиным ведомство подало иск о защите прав владимирцев. Сегодня в аварийном здании проживают 13 семей. Установлено, что несущие конструкции находятся в ограниченном рабочем состоянии. Происходит намокание стен. В результате отсутствия гидроизоляции между фундаментом и стенами перекрытие полов, покрытые гнилью. В некоторых местах полы фактически обвалились. Было проведено санитарно-эпидемиологическое обследование и экспертиза, предоставленная документацией, в ходе которой было установлено, что проживание в данном квартирном доме является небезопасным для граждан. Двое несовершеннолетних, проживающих в доме, страдают хроническими заболеваниями бронхиальной системы. Трое несовершеннолетних многократно обращались с заболеваниями верхних дыхательных путей. В этом году дому на Большой Нижегородской исполнилось 105 лет. Из-за его печального состояния жильцы всерьез переживают за свое здоровье. В квартирах находиться небезопасно из-за грибка, плесени и сырости. Расселить двухэтажку городские чиновники планировали только через три года, но жильцов такое решение не устроило. И теперь они через суд требуют расселить старый дом немедленно. Администрация нам предлагала маневренный фонд. Некоторые жители, в том числе и я, мы рассмотрели это все. Но дома старые. И как бы менять наш дом. И единственное, что и дома старые, и метраж маленький. И материально мы не можем туда-сюда ездить, потому что это затратно. И как бы мы пока не хотим. В Владимирской области продолжается весеннее половодье. Ситуация остается неоднозначной. Если на малых реках вода опускается, то на больших по-прежнему поднимается. Так за сутки на реке Серая уровень воды опустился на 16 сантиметров, а на Клязьме, наоборот, вырос на 15 сантиметров. По состоянию на 22 апреля на территории области подтоплены 4 участка дорог и 38 приусадебных участков. В ближайшие три дня прогнозируется подтопление водами Клязьмы до 10 приусадебных участков в микрорайоне Заречная Слободка города Коврово. И подтопление до 25 приусадебных участков в поселке Мстера Везняковского района. Там поднимется уровень воды в местных реках. Угроза подтопления жилых домов отсутствует. Жизнеобеспечения населения не нарушена. Обстановка на контроле МЧС по Владимирской области. В предстоящее воскресенье 24 апреля Пасха православные уже сейчас к ней готовятся. Наводят чистоту в квартирах, ходят в церкви, освящают куличи. Для желающих помянуть усопших родственников, по традиции в этот день будут организованы дополнительные автобусные маршруты на кладбище. Хотя священнослужители говорят, что традиция эта неправильная. Она пришла к нам из советских времен, которые, как известно, были атеистическими. В тот период, который мы называем советским периодом или как-то по-другому, до 1988 года, храмов было очень мало открытых. И ни для кого не секрет, что на ночную пасхальную службу стояли, дежурили комсомольцы-дружинники и старались молодежь не пускать. Ну, там было много разных способов, как их не пустить, и их не пускали. И вот люди стихийно, в знак протеста, как бы это сформировалось, раз нас не пускают в храмы, мы пойдем в этот день на кладбище. Уж на кладбище его там никакими дружинниками не оцепишь, и людей, конечно, там не выгоняли. Что правильно на Пасху, так это встречать благодатный огонь из Юрасалима. Традиция была прервана в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. И вот спустя два года она возобновляется. Встретить благодатный огонь православные смогут в воскресенье в 16 часов. После этого состоится крестный ход до Успенского собора. Частички благодатного огня разойдутся и по другим храмам. При желании их можно будет забрать с собой. Можно его фонарики в такие, сейчас вот есть стеклянные очень, во всех храмах они продаются. Зажечь от Иерусалимского огня этот фонарик и принести в свой дом. И таким образом, видимым материальным образом, осветить свой дом огнем Великой Субботы, который уже много столетий сходит в Иерусалиме в этот день. Именно накануне православной Пасхи. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в телеграм-канале, ВКонтакте и Одноклассниках. Я с вами прощаюсь. Итоги этого дня подведут мои коллеги, как обычно, в 19.00. Не пропустите.